Еще раз всех приветствую, братья, дорогие друзья, кто будет смотреть впервые, но поскольку времени карта остается все меньше и меньше, давайте начинать. Единственная просьба перед началом данного ролика, кто не подписан, не забудьте подписаться, друзья. Все, мы начинаем. Макван Амерхани против Камула Кирка. Ну и давайте начинаем, друзья. Макван Амерхани. 21 бой, 16 побед, 1 нокаутом, 4 решения, 1 сабмом. 5 поражений, 1 нокаутом, 3 решения, 1 сабмом. Из оппозиции это Эдсон Барбоза, это Шейн Бургас, это Найт. Вот, в принципе, что можно отметить за Макван Амерхани, это борец довольно-таки хорошего уровня. И его статистика, что 11 поединков завершены сабмом, да, из 16 побед, это говорит о его очень хороших борцовских, также джитсерских, по сути, навыках. Ну, там оно как бы 2 в 1 идет, да. И, в принципе, друзья, любой, в принципе, такой хороший борец, да, то, что если Кирк, он, в принципе, идет, его база джиу-джитсу, это я знаю от многих очень хороших людей, которые занимались спортом, там именно борцы подобного рода, как Макван Амерхани, да. В принципе, вольно, там, вольная борьба, плюс еще, если ты в эту вольную борьбу включаешь навыки какие-то с джиу-джитсу, то это, в принципе, немного на другом уровне находится, нежели само джиу-джитсу, чем, в принципе, и славится Кирк. Что же, касательно Кирка, друзья? 13 боев, 10 побед, 5 нокаутом, 5 сабмом, 3 поражения, 1 нокаутом, 2 решения. Кевин Крум, вот, и Билли Курантилов из-за его оппозиции, мог бы отметить. Оппозиция, конечно же, на голову ниже, нежели у Маквана Механи, это стоит признавать, об этом стоит говорить. Маквана Механи по своим навыкам, да, единственное, что у Кирка более тяжелый панч есть, но держалка Механи находится на очень хорошем уровне, я бы сказал. Он проиграл единожды нокауту и Шейну Бургасу, да, хотя Шейн Бургас сам вроде в последнем поединке отлетел от Барбозы, хотя Маквана Механи провел всю дистанцию с Барбозой. Это запутанный круг, в котором не надо искать какой-то логической цепочки. Держалка Маквана Механи на очень хорошем уровне, да, и в плане борьбы, я думаю, Маквана Механи ни капли не уступит, да, касательно, если перебить в стойке, перебить конкретно, да, я думаю, что навыки Механи, даже в стойке, находятся на другом уровне. Да, у него нет нокаутирующего панча, но я думаю, что щелкать на очки и при необходимости там подключать борьбу, если где нужно отзащищаться, или самому пробовать перевести, выходить на болевой удушающий, я думаю, что Механи здесь фаворит по праву, друзья, в данном противостоянии, это мое мнение, я думаю, что фаворитом он идет довольно-таки заслуженно, да, и оппозиция на другом уровне, и навыки его на другом уровне, нежели у Кирка, вот, друзья, мое мнение по данному поединку. Сильно затягивать, друзья, не хочу, так вкратце, как выделю, вроде все четко, вроде все по факту, друзья, да, зачем затягивать ролики там на 7, на 8, на 10 минут, да, вот, поэтому касательно теперь ставок, друзья, первая ставка, чистая победа Маквана Механи, 1,55, очень хорошо смотрится, по процентам 65 на 35 в пользу Механи отдаю. Дальше, вторая ставка, более рискованная, но для каких-то ординаров чистой теории можно присмотреться. А Механи решением судей. Соперника не назову пробитым, болевым удушающим не проигрывал, то, что он отлетит нокаут от Механи, не верю. Поэтому логика в данной ставке есть, процентов 55 отдал бы, хотя к F3,8, согласитесь, неплохо. И присмотритесь в данном противостоянии тотал больше, что более интересно, тотал более полуторам за 1,6, или, возможно, если не хотите лезть исходы или победителей, тотал более 2,5, там за двушку, там чуть ли не по 2,5 дают, очень так же неплохо. Вот, друзья, мыслями поделился, так же, друзья, я уже в предыдущем ролике говорил, кто, короче, если это сможет, короче, закинуть на лицевой счет, короче, пари матча, вот, был бы, короче, рад. На этом все, короче, по данному прогнозу все. До новых встреч, до новых прогнозов. Редактор субтитров А.Семкин